Чистота вместо отживших традиций. Власти могут официально запретить молодоженам бросать крупу у ЗАГСа, а также распивать после регистрации брака шампанское в неположенных местах. Для мяса эта проблема очень актуальна, ведь из года в год молодожены, несмотря на призывы СМИ, активистов и работников ЗАГСа, продолжают мусорить на его территории и портить городские стелы. Стоит ли ждать перемен, узнала Ирина Горностаева. На Южном Урале готовят закон, запрещающий молодоженам и гостям их торжества пользоваться жевательными резинками, бросать конфеты, крупу, монеты, цветы, а также распивать после регистрации брака шампанское. Ограничительные нововведения пока носят рекомендательный характер, так что сейчас мяски молодожены продолжают мусорить возле госучреждения. Это сейчас будни у входа в ЗАГС чисто. В выходные же после 20-30 регистраций вход в государственное учреждение превращается в настоящую помойку. Голуби прилетают сюда, чтобы поесть, маленькие дети и бабушки собирают деньги, а есть и такие граждане, которые приходят со стаканчиком и просят налить им шампанского. Интересно, что мнения МИАСов на этот счет разделились. Далеко не все поддержали идею заменить старинную традицию мусорить привычкой к чистоте. Мусор может быть для предприятий, а так, для ЗАГСа, а так, это по старине, зерном посыпали всегда деньгами, чтобы было богатство и счастье. ЗАГС, наверное, должен нанимать кого-то, но я так думаю. Ничего хорошего там нет. Ничего? Абсолютно. Неприятно попадать в глаза, в волосы и вообще везде, и в белье, если открыто, а декольте. Нет, ну традиция-то, как сказать, не нами с вами придумана, это из старины же, что вот посыпают якобы богатство там. Ну а убирать, наверное, я не знаю, кто должен-то. Наверное, какую-то единицу должен ЗАГС выделить на это. Я так считаю. Брать дополнительную госпошлину, например, с молодожем. Ну не знаю, насколько хорошие, насколько помню, такого раньше не было, не посыпали лепестками роз и крупой. Ну, наверное, они и должны убирать. Сами молодожены. Ну не молодожены, но родственники, наверное. Если говорить о традиции, то в былые времена действительно было принято осыпать зерном молодых, чтобы жили они в достатке. Только вот делалось это в доме жениха. А в наши времена мусорить в квартире люди не хотят. Зато в ЗАГСе и у Стеллы всегда пожалуйста. Вот та самая Стелла, которую недавно покрасили. Сейчас она вновь облита краской. Мяские и даже областные активисты не раз просили не пакостить рядом с символом города. Но все пока безрезультатно. Во время регистрации на торжестве работники ЗАГСа также просят молодых соблюдать порядок. Бесполезно. Некоторые возмущаются. Говорят, что куда же податься молодым во время катания. В Миасе, к сожалению, нет такого символического места именно для молодых, куда бы они могли приехать, посидеть с друзьями, сфотографироваться. Мы им предлагаем оставлять свои предложения в дальнейшем, чтобы передать их в администрацию. И вот может быть администрация нашего города совместно с жителями, совместно с СМИ города. Может быть мы все вместе подумаем и организуем это место. Сейчас на Машгородке Умидеу есть дерево влюбленных. Но оно находится прямо на детской площадке и ничем не огорожено. Сфотографироваться там желающих немного. Поэтому организовать новое, уютное, красивое и символическое место для молодоженов – идея хорошая. Видимо, без подходящей альтернативы поезда к Клосю и жестких санкций по отношению к нарушителям порядка ситуация не изменится. Продолжение следует...